здравствуйте меня зовут милосердова екатерина юрьевна я преподаватель кружка изо школы 1420 сегодня у нас вводный урок в графику и рисунок здесь у меня предметы которые мы с вами порисуем шишечка еловая сосновая ракушка и вот такой вот кувшинчик сначала я вам покажу какой набор у меня есть для набросков чем можно рисовать сегодня у нас мы разбираем с вами тему линии чем мы можем нарисовать линии довольно большой объем всяких графических инструментов может быть у художника от самого простого карандаша в основном художники используют вот такие вот карандаши они могут быть разной твердости линию он дает вот такую чем мягче карандаш тем жирнее будет линия далее у меня два карандаша оранжевый и коричневый эти карандаши я использую для набросков они дают вот такую вот линию это сангина и коричневый посмотрите уже какая темная жирная линия очень хорошо рисовать людей такими карандашами вот такой вот карандаш у меня толстый 8b это показывает его толщину грифеля и мягкость грифеля посмотрите какую линию дает он грифельный карандаш но линия более жирная более толстый это у меня обычный маркер толстый какой он дает линии вот такую вот толстую черную линию маркерами тоже можно хорошо рисовать наброски вот такой вот маркер у него наконечник как кисточка он может давать тоненькие линии и при нажатии они становятся более толстыми таким маркером можно писать каллиграфические буквы красивые вот такую линию дает и вот такой вот маркер который дает совсем тоненькие линии можно рисовать штрихи штриховка хорошо получается часто художники используют сочетание с акварелью для обводки немножко сангина у меня видите растирается карандаш приготовьте тоже какие-нибудь инструменты и пару карандашей можно пару фломастеров черных сегодня мы рисуем черным без цвета у нас рисунок у нас графика возьмите предметы если у вас есть ракушка шишка вазочка будет хорошо можете придумать какие-нибудь другие предметы так чтобы у них была сложная форма вот у ракушки довольно сложная форма я вам покажу способ как нарисовать ракушку при помощи линий как нарисовать вазочку и шишку возьмем с вами сегодня будем рисовать вот таким толстым карандашом 8b я буду рисовать у меня большой лист у меня здесь все предметы на одном листе поместятся рисовать мы будем свободной линией то есть мы не используем никаких построений какие вы еще не знаете мы пытаемся при помощи линий при помощи характера линий просто поймать характер этой ракушки я ее не вырисовываю сейчас я рисую так как будто она у меня каля-маля но общая форма уже ракушки выявляется на ракушке у нас вот такие там игольчатые пупырышки моих изображаем здесь форма в ракушке у нее отверстие вот такое вот характер линии у нас такой волнистый и игольчатый как сама ракушка вот мы уже передали форму и практически нарисовали ракушку это у нас набросок быстрая зарисовка для чего делаются наброски для того чтобы поймать форму характер предмета художник очень очень быстро смотрят на предмет и набрасывает то как он видит этот предмет передает его форму здесь у нее такие закругление на которых располагаются зубчики мы показываем эти закругление особо сильно ничего не вырисовываем немножко покажу теневую часть и заштрихую вот характер ракушки я уже передала что еще мы можем нарисовать мы можем нарисовать падающую тень то что она лежит у нас на столе и здесь тоже заштриховать темным при желании можно побольше повырисовывать узоры на ракушке какие они у нее там вот эти вот зубчики все побольше повырисовывать и побольше поштриховать передать светотеневую часть вот посмотрите какая интересная у нас зарисовка получилось следующий предмет мы рисуем вазочку про вазочку я вам немножко расскажу как рисовать у всех цилиндрических предметов мы сначала рисуем ось вертикальную линию затем мы отмечаем где заканчивается наверху этот предмет и где заканчивается внизу этот предмет теперь мы разделяем уже нас задана высота этого предмета теперь мы делим дальше на части где заканчивается отверстие вазочки где заканчивается горлышко я сейчас смотрю чисто зрительно как мне это кажется без измерений дальше если будем с вами продолжать учиться я вам расскажу как измерять пропорции и теперь дальше мы рисуем эллипсы у вазочки отверстие горлышко я смотрю на вазочку сверху поэтому у меня сильно развернут верхний эллипс если бы я совсем сверху на нее смотрела прям вот совсем сверху она была бы вообще у меня круглая вот вазочка у меня уже готова осталось только ручку нарисовать что еще на наброски мы можем показать вазочки теперь давайте ее заштрихуем где у нас в тень и где свет внутреннее отверстие будет совсем совсем темная ручку немножко уточним здесь вот тень от ручки покажем здесь я вижу что у нас идет тень от горлышко вот такой формы когда у нас круглый предмет надо стараться и штрихи когда штрихуем делать закругляющимися вот такими это помогает передать форму предмета буквально несколько минут у меня уходит на каждый предмет на набросок очень полезно рисовать такие наброски для того чтобы научиться пользоваться карандашом научиться передавать характер предметов быстрых рисунков можно их делать все время разными материалами тут не обязательно аккуратные линии ровные они вообще не нужны можно рисовать как захочется характер линии может быть любой зависеть вообще от вашего настроения вот такая вот у нас вазочка получилась и падающая тень от нее будет круглая на столе свет падает у нас слева на все предметы поэтому слева у нас освещенная частью предметов справа часть в тени осталась у нас шишечка давайте нарисуем шишку кажется что очень сложная форма но для наброска я вам покажу что здесь ничего сложного нету просто опять с вами начинаем рисовать как ракушку такие движения как будто каля-маля а потом немножко уточним и вот такие лепестки раскрывающиеся у нее верхние надо будет просто нарисовать пожирнее чтобы было видно что они наверху вот видите несколько движений руки и шишка у нас готова что можем теперь еще изобразить на наброске это теневые части от верхних лепестков вот этих падают на нижние лепестки тень и мы показываем эту тень еще какие-то детали можем уточнить и показать такую падающую тень неровную падает на стол то что у нас лежит на столе и под ней тень вот у нас готова уже три наброска разных предметов при помощи линий и штриховки спасибо за внимание и и и и и и